Субтитры предоставил DimaTorzok Об этом сообщили в правительстве республики. Всего в Башкортостане зарегистрировано 110 тысяч самозанятых. Их стало на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Большая часть из них не указали род деятельности. 4,5% работают водителями, по 2% трудятся в строительной отрасли, оказывают информационные услуги и имеют собственное производство. Эксперты связывают рост числа самозанятых с льготными налоговыми ставками и множеством мер поддержки. В частности, им доступны льготные займы на пополнение оборотных средств по ставке до 4% годовых. Годовая инфляция в Башкортостане по итогам августа сложилась на уровне 14,5%. В июле она составляла больше 15,5%. Замедление темпов роста цен Нацбанкс фиксирует четвертый месяц подряд. Основной вклад в снижение инфляции внесла плодово-овощная продукция. Из-за хорошего урожая, отечественных аграриев и наращивания импортных поставок овощей и фруктов предложения превалируют над спросом, вследствие чего цены снижаются. Замедление роста цен также отмечается и в непродовольственном секторе. Барка стран ЕС и США на импорт российского золота привела к существенному сокращению его вывоза из страны. Снизилась стоимость сырья для ювелиров, их издержки снизились и, как следствие, стоимость их продукции. Из-за снижения спроса граждан и выстраивания новых цепочек поставок замедлился рост на бытовую технику и электронику. По мнению экспертов, рост инфляции можно замедлить еще уменьшением денежной массы у населения, либо за счет наращивания производств. Несмотря на снижение инфляции, Банк России отмечает замедление этого процесса, начинает в большей мере проявляться проинфляционное давление. Его связывают с сокращением выпуска и импорта некоторых непродовольственных товаров. По прогнозу Банка России, инфляция в этом году составит 11-13%, в следующем 5-7%, в 2024-м 4%. Международную ассоциацию застройщиков предложил создать премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров и отметил, что она могла бы дать дополнительные возможности его членам. Нахождение в ассоциации упростит жизнь застройщикам, так как даст возможность работать в рамках зонтичного бренда и обмениваться компетенциями. Вступить в такой союз сможет каждый член Международного конгресса транспорт и строительства, который проходит в эти дни в Уфе. Ну, например, если в рамках международного ассоциации застройщиков действуем или действует те, или кто-то действует, это дополнительные возможности дает. Потому что понимаем, это как некий знак качества. Зонтичные бренды, они же так действуют, как в Советском Союзе знак качества увидели. Знаем, что независимо, какой завод, на какой территории это выпускал, знак качества есть. То есть там проверенная качество. Первый международный конгресс транспорт и строительство в Уфе посетят более 5000 гостей, в деловой части примут участие более 700 спикеров, делегации Республики Беларусь и представители других дружественных стран. Основными темами конгресса станут импортозамещение, наращивание инвестиций и цифровизация. И в продолжении темы. Минстрой Башкортостана, Ассоциация дополнительного профобразования и строительные компании в рамках конгресса транспорт и строительство подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие по вопросам повышения квалификации работников отрасли. Кроме того, планируется проведение совместных мероприятий по актуальным вопросам применения профессиональных стандартов мониторинга рынка труда, появления новых профессий и изменений в перечне профессий в строительной отрасли. Наша задача, в первую очередь, повысить качество строительства именно путем повышения уровня образования, компетенции специалистов строительной отрасли. Также в рамках Международного конгресса соглашение о сотрудничестве заключили Министерство образования и науки Башкортостана и электрозавод. Оно предполагает взаимодействие в вопросах подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для электроэнергетики. Минтранс Республики предложил купить прогулочный теплоход за 3,5 миллиарда рублей. По словам замминистра ведомства Руслана Гарипова, покупка дорогостоящего судна на 245 мест является фантастическим вариантом, но он может окупиться за 25 лет. Он также отметил, что в регионе необходимо создать свой речной флот, состоящий из современных пассажирских судов. Более реалистичным вариантом в Минтрансе считают приобретение трех судов по льготному лизингу, в том числе одного на подводных крыльях за 203 миллиона рублей. Это дорогостоящие удовольствия, но этот вопрос, я считаю, что нужно прорабатывать, потому что у нас в Республику заходит теплоходы. Хотелось, чтобы наши жители Республики могли ходить из городов и другие регионы. Напомню, в этом году московская компания «Агидельфлот» начала развивать в Уфе экскурсионные перевозки. Объем инвестиций в проект составил 230 миллионов рублей. Первые рейсы компания совершила с началом сезона навигации на реке Белой и Уфимке. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.